Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Сегодня с нами на связи из Вашингтона вирусолог, специалист по вакцинам, директор Центра глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ и адюнг-профессор университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. Здравствуйте, Константин. Спасибо, что присоединились к нам, нашли время. Здравствуйте, Марина. Спасибо, что пригласили в программу. Ну, как Вы уже понимаете, дорогие зрители, в этой программе речь пойдет о вакцинах. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции, против заболевания COVID-19 на сегодняшний день – это один из важнейших аспектов, связанных с пандемией. Мой первый вопрос к Вам, Константин, банально, прост. Вы сами уже вакцинировались? Да, я вакцинировался. Не спрашиваю, какое-то, знаете, как экзекул после выборов. Вакцины Pfizer. Какое предложение, как Вы вакцинируете? Если Вы предложите вакцинироваться Moderna, я бы не отказался. Понятно. Вот у меня будет отдельно вопрос о процедуре, о том, как устроено в Штатах. Но начать я бы хотела. Мы это отложим чуть-чуть. Но начать я бы хотела, пока мы не приступили к детальному обзору имеющихся возможностей вакцинации, у меня общий вопрос такой, имеет ли смысл до вакцинации сдавать тест на наличие антител? И здесь же спрашиваю, возможно, немножечко с другого боку. Как Вы считаете, нужно ли вакцинироваться не вообще переболевшим, а тем, кто переболев, имеет достаточно высокий титр антител? Правда, неизвестно, каких именно, нейтрализующих или нет. Ну, мне кажется, что сдавать тест на антитела бессмысленно. То есть можно сдать, если Вам просто интересует это с научной точки зрения. Но никакого влияния на это решение, вакцинироваться или не вакцинироваться, это не должно оказываться. А теперь насчет того, стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел в любой форме, легкой, тяжелой. Мне кажется, что да, конечно, не сразу и не в первую очередь, потому что, как Вы сказали, у большинства переболевших есть какой-то уровень антител. И, во-первых, а, им в данный момент не нужно больше антител, они, скорее всего, будут защищены на какое-то время. А, во-вторых, высокий уровень антител может, в принципе, снизить эффективность некоторых вакцин, просто заблокировав этот антиген и не дав ему работать так, как на полную мощность. Поэтому мне кажется, что в конечном итоге всем, кто переболел и не переболел, хорошо бы привиться в какой-то момент для того, чтобы усилить тот иммунитет, который сформировался во время болезни. И, кроме того, еще один важный аспект состоит в том, что есть данные, по которым иммунитет, который создается самым заболеванием, он может быть не такой хороший, как иммунитет, который могут создать вакцины. По одной причине, что у вируса есть специальные механизмы для блокировки и для подавления иммунного ответа. Как врожденного иммунитета, так и адаптивного. Поэтому вполне можно себе представить ситуацию, при которой иммунитет постепенно будет спадать. Таких механизмов в вакцинах нет. Поэтому иммунный ответ на вакцинные препараты может оказаться лучше, чем тот, который возникает после натуральной болезни. То есть это именно вирусная такая вот особенность, потому что я вычитала, что пневмонийные вакцины, они защищают лучше, чем болезнь, а, скажем, паратит свинка, если переболеть, то там лучше, чем вакцина. Есть такие данные. Но это все речь не идет именно о вирусах. Ну, понимаете, я, пожалуй, не стану проводить корреляции между тем респираторные или нереспираторные. Просто известно, что некоторые иммунные ответы на белки некоторого типа, например, на вот такие вот сильно гликозилированные монозными остатками антигены, такие, как, например, белок С, коронавирус гемоглютинин, шиповый белок, да, гемоглютинин вируса гриппа, GP120 вируса HIV. Иммунитет к нему длится очень недолго. По какой-то причине иммунный ответ происходит, но на каком-то этапе заблокировано образование клеток памяти и не образуется долгосрочного иммунитета. И вот недавно была статья, например, про грипп, что иммунитет к гриппу очень быстро снижается. Через год практически от него мало что остается. И это еще одна причина, почему от гриппа надо прививаться регулярно тем, кто прививается. И есть чисто теоретические подозрения, что здесь может быть то же самое. Например, сезонные коронавирусы, которые вызывают просто банальные простуды, иммунитет к ним тоже длится недолго. И он нестерилизующий. То есть люди, переболевшие сезонными коронавирусами, они могут заражаться тем же самым вирусом несколько раз в год. То есть как будет с этим вирусом, мы не знаем. Слишком коротко общение. Поэтому надо быть готовым к тому, что будет тоже вот такая неприятность. И поэтому вот я в настоящий момент думаю, что прививаться надо всем. Ну вот сейчас я бы хотела попросить вас кратко характеризовать сначала одобренные на сегодняшний день вакцины. Хотя понятие одобренные, оно такое в некотором смысле растяжимое. Потому что есть, например, одобренные FDA и есть регистрация до окончания клинических испытаний, как мы знаем. Я хочу просто попросить вас поговорить о тех вакцинах, которыми фактически уже вакцинируют людей вне клинических исследований. А потом поговорим о тех, что на подходе. Pfizer, BioNTech, которыми вы привелись. Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Ну, конечно, вот российский спутник. Вакцины китайские, Sinovac. Sinovac. Их там много. Я, честно говоря, сейчас даже не берусь назвать. Вот мне все время попадаются Sinovac, Sinovac, потому что они проходят, сейчас испытаем в Бразилии, там в Эмиратах. Просто об этом пишут СМИ. Да, у них есть еще Sinovac, есть у них вакцины, которые производят. Там часто эти вакцины, они одинаковые, но производятся в разных, разными компаниями и называются по-разному. Но, в общем, давайте будем грубо говоря, китайские инактивированные вакцины. А они все одинаковые в том смысле, что это инактивированный вирус, как они пишут, химически инактивированные? Там на стадии разработки находится тоже аденовирусная и векторная вакцина. Но я не уверен, мне кажется, что она пока не применяется. Она проходит клинические испытания. А одна из этих вот инактивированных вакцин, она была зарегистрирована, я опять беру в кавычки, потому что это было сделано еще, по-моему, в июне. И тогда прошли только первая и вторая фазы испытаний. И они сочли, что раз такая критическая ситуация, то можно ее применять на военном персонале. Что, конечно, вызвало некоторые сомнения о том, насколько это этично подвергать военных, в общем-то говоря, непроверенной вакцины прививать. Но так или иначе, соответственно, мне кажется, что сейчас наиболее, так сказать, как бы мейнстрим, то есть как бы наиболее проверенными и надежными, конечно, является Pfizer и Moderna. Вот я хотела попросить об этом поговорить. Это совершенно новый для вакцин, новый подход. МРНК, погруженная в липидную наночастицу. Ну, я просто, мне нравится все новое. Мне они очень симпатичны, хотя и недоступны. Расскажите, пожалуйста. Ну, я вам скажу, что не все новое – это хорошее. Надо с разбором подходить. Часто новое бывает именно шагом назад. Но в данном случае это, безусловно, шаг вперед. И потенциально, если вот сейчас окажется, что эта платформа, вакцинная платформа, окажется успешной, а пока все говорит за это, то это будет, в общем-то говоря, в некотором роде революция в вакцинологии. Я объясню, почему. Потому что традиционные вакцины, как, наверное, ваши слушатели и зрители знают, они бывали в основном, грубо говоря, двух типов – живые и убитые. Или, так сказать, живые и неживые. Живые – это понятно. Это ослабленный вирус, который попадает в организм, вызывает очень такой всесторонний иммунитет. И это замечательно. У них есть, правда, свои недостатки, но, так или иначе, это очень хороший, надежный, проверенный способ, который был применен еще почти 300 лет назад против ОСКО. Первая вакцина была живая. Убитые вакцины тоже, в принципе, довольно элементарные. Это когда-то Пастер все сделал. Просто берется, выращивает культуру вируса или бактерии и обрабатывается чем-то, чтобы убить формалином или ультрафиолетом или какими-то другими химическими веществами или просто там посушить, растереть стопки, грубо говоря. Это второй тип вакцин. Под типом этих вот убитых вакцин можно считать вакцины субъединичные, когда из этого убитого вируса выделяется отдельный компонент, антиген, который, собственно, вызывает защитный иммунитет. И иммунизация происходит уже очищенным препаратом, чтобы убрать оттуда все, что для этого не нужно. И под видом этой вакцины тоже может быть изготовление такого защитного антигена генноинженерным путем. не путем выращивания агентов вируса или бактерий, а просто созданием рекомбинантных белков. Это вот, так сказать, один подход. То есть два, грубо говоря, живые и убитые. И некоторое время назад, я бы сказал, наверное, уже десятки лет, разработки велись по направлению таких, я бы сказал, полуживых вакцин. То есть это векторные вакцины. В данном случае аденовирус, наверное, стоит сейчас говорить именно о нем. Это вирус, который вызывает простуду. То есть он, так сказать, респираторный вирус. Их много, сирологических типов. Поэтому человек может болеть много раз, но разными аденовирусами. В него можно, в его геном можно встроить ген какого-то другого вируса, с тем, чтобы при заражении человека образовались не только белки аденовируса, но и вот этот вот антиген другого, нагрузку, короче говоря. Можно здесь поясним, мне кажется, хоть и для врачей наш канал, но все равно это важный момент. Этот вектор, он используется просто как носитель, и он обезврежен. То есть вместе с тем, что вставлено, он простуды не будет вызывать, да? Да, абсолютно. Это, так сказать, можно, грубо говоря, это представить как троянский конь. Да, да, да. Он обезврежен, он не может... Да, он обезврежен за счет того, что из него выключены, вырезаны, из его генома вырезаны два гена, которые необходимы для его репликации, репродукции в клетке. Поэтому он может сработать только один раз. То есть, когда этот препарат вкалывается внутримышечно в организм, то он заражает клетку. В клетке начинается синтез белков, все включают антигены. Тут же прибегают лимфоциты, хватают антигены, идут в лимфоузлы, и начинается классический иммунный ответ. Причем он происходит на фоне некоторой воспалительной реакции, потому что, естественно, что этот вирус вызывает массу ответных реакций типа врожденного иммунитета, подъем уровня интерферона и интералекинов других, которые создают вот ту обстановку, в которой иммунный ответ происходит наиболее эффективно. И это, в общем-то говоря, хорошее такое соединение живых и убитых вакцин. То есть, проблема с убитыми вакцин не то, что проблема, но их, так сказать, как бы слабостью является то, что они вызывают, с одной стороны, они не вызывают сильных побочных реакций, потому что они чистенькие такие. А с другой стороны, обратная сторона этой медали, то, что, в общем, и иммунный ответ часто бывает не самый лучший, а какой-то, может быть, однобокий иммунный ответ. Когда все это происходит в контексте вот такой некоторой воспалительной реакции, то иммунитет возникает лучше. По существу эта вакцина является сама себе адъювантом. То есть, она как бы позволяет иммунный ответ, усиливает этот иммунный ответ. И это интересная технология, и такие вакцины сейчас начинают применяться, таких широко применяемых вакцин нет. Ну вот, например, вакцина против эболы была создана на основе вируса визикулярного стоматита. Были экспериментальные вакцины, основанные на аденовирусе против этого. Аденовирусная платформа, она в основном начала разрабатываться для генной терапии, собственно говоря, для доставки в организм генов, которые надо поправить. При моногенных заболеваниях, при попытках... Да, при каких-то генетических заболеваниях, например, если доставить ген, который поврежден, то можно наладить. Это как было в 90-е годы перспективно, так и осталось. Здесь были... Масса проблем возникало, которые постепенно решались. Ну, они немножечко затормозили, но это как бы в другую сторону. Сначала это начиналось с таких вирусов, которые были репликативно компетентны, то есть они могли размножаться. Потом, после того, как произошел неприятный случай, когда один из испытуемых скончался... Джейси этот, да? Да, вот в Филадельфии был случай, когда один из добровольцев умер от цитокинового шторма. Поэтому, ну вот, короче говоря, эта платформа продолжает развиваться. Но она перспективная именно для генной терапии. Естественно, логичным является попробовать ее и для вакцинных дел, то есть как бы для доставки антигенов. Что сейчас происходит очень широко. Это не только вакцина Института Гамалея, это и Астрозенека. Астрозенека, вот я как раз... Джонсон и Джонсон и так далее. То есть масса и в Китае такую делают вакцину. Это как бы... То есть только ленивые этого не делают. Это как бы лежит на поверхности и, в общем, достаточно перспективно. Я скажу, почему я считаю, что все-таки это может быть и не самый лучший вариант чуть позже. Я сейчас вам просто тогда перейду к ИРНКО вакцине. Потому что ИРНКО и вообще нуклеиновые вакцины, основанные на нуклеиновых кислотах, они тоже уже больше 20 лет исследуются. Это началось все в 90-е годы с совершенно неожиданного наблюдения о том, что если вколоть мыши там или животному вместо антигена, ген, который ходирует этот антиген, то тоже получается хороший иммунный ответ. На самом деле это было сделано случайно, потому что они в качестве контроля они сделали, вкололи часть мыши антигеном, а как контроль, как негативный контроль решили вколоть туда ИРНКО. Удивлением обнаружили, что там все так же хорошо сработало. ДНК, конечно, впервые стали дальше работать и сразу возникли теоретические соображения, что а хорошо ли это? Мы суем ДНК, а вдруг она интегрируется в наш геном, иначе это что-то не то. И, короче, вы понимаете, что засовывать чужую ДНК в организм совершенно необязательно. Хотя это теоретически даже и в этом случае, наверное, ничего катастрофического не произойдет, но все-таки лучше этого не делать. В этом смысле как бы развитие этих ДНКОВ вакцин, оно не шло так быстро, как можно было бы представлять себе. И затем фокус переключился на создание вакцины на основе информационной РНК, то есть, собственно говоря, ген переводится в римонопулиновую кислоту, которая, собственно, индуцирует синтез. Она попадает в клетку, связывается с рибосомами, рибосомы начинают читать, делать белок, а потом РНК это разваливается и уходит, и никуда она не интегрируется. Такой довольно чистый вариант. Проблема здесь техническая состоит в том, что РНК очень нежная молекула, потому что у нас в организме огромное количество экспериментов, рибонуклеаз, которые мгновенно ее разрубают в кусочки, и от нее ничего не остается. Поэтому, чтобы ее доставить внутрь клетки, необходимо какой-то вот тоже другой троянский конь. Ее надо во что-то засунуть. И вот в лабораториях давно уже применяется так называемая липофекция, то есть это когда нуклеиновые кислоты инкапсулируют в такие пузырьки, состоящие из липидов. То есть такая эмульсия, водно-липидная эмульсия, и РНК попадает внутрь этих вот микро-наночастиц. И дальше она защищена, потому что рибонуклеазы не могут до нее добраться. И второе... Это не мешает ей делать свое белковое дело при этом. Даже не мешает, а помогает. Потому что, собственно говоря, ведь клеточная мембрана состоит из липидов, и чтобы через нее прорваться, либо надо какой-то специальный механизм. Например, у вирусов есть специальный механизм, как пройти вот этот белок С, он для того и сделан. Это не просто так крючок, которым он зацепляется, а это довольно сложный механизм, который раздвигает мембрану, туда впрыскивает свое содержимое. Это должен быть целый специальный механизм для того, чтобы это сделать. И вот вместо такого механизма используются вот эти вот пузырьки, потому что, представьте себе, клетка, окруженная мембранной оболочкой, к ней подходит маленький пузырек, который тоже является такой же. Эти мембраны сливаются, и содержимое пузырька оказывается сразу внутри цитоплазма. То есть, как бы, собственно говоря, эти вот липосомы и вот это липофектин, вот эти все эти вещества, они были разработаны для того, чтобы доставлять в клетку нуклеиновые кислоты и вообще что угодно. Это как бы способ такой прорваться через мембрану. Поэтому вот эта технология была применена. У нее есть еще ответвление, это самореплицирующиеся РНК, которые пока вот, так сказать, далеко не пошли. Это еще более интересный вариант, когда эта РНК умеет внутри клетки размножаться. Но это же ее свойство, собственно, РНКовое, да? Нет. Для того, чтобы РНК размножалось, необходим специальный фермент. РНК-зависимый РНК-полимераза. Вот если просит засунуть РНК в клетку, она размножаться не будет. В клетке она образуется за счет считывания ДНК. То есть она в ядре, ДНК-зависимый РНК-полимераза создает эту РНК, она проникает в цитоплазму и там уже живет и функционирует. Эти РНК-зависимые РНК-полимеразы есть практически только у вирусов. Поэтому если вот эта вот РНК, которая кодирует, например, белок, шипа, если к ней еще рядом пристроить ген РНК-зависимый РНК-полимеразы от другого вируса, то тогда такая молекула сможет размножаться. И вы засунете одну молекулу, а через полчаса их окажется уже тысяча. И, соответственно, гораздо сильнее будет синтез того, что вам надо, антигена в данном случае, и вы обойдетесь очень небольшим количеством стартового материала, что может оказаться очень полезным для массового производства, например. Естественно, при тех дозах, которые применяются в вакцинах, нужны килограммы этой РНК. Их наработать не так просто. Здесь это сделано в модерне? Нет, этого не сделано. Это было бы хорошо, понятно. Это задумка на будущее. Пока это еще в эксперименте, да, это люди делают на животных. И это вроде работает. Но пока, видимо, первое поколение этих вакцин решили по-простому сделать, чтобы не усложнять эту ситуацию. Потому что чем сложнее процесс, с тем больше шансов сбоя, и в данном случае не было желания рисковать. И, собственно говоря, эти РНК вакцины, они тоже, поскольку белок создается внутри клетки, в клетке тоже возникает некоторый ответ, ну, что это чужой белок, да? Возникает ответ, и тоже выделяются какие-то цитокины, интерферон, и, соответственно, набегают сюда дендритные клетки, которые растаскивают это все. И дальше начинается обычный процесс иммуногенеза с участием Т-клеточных хелперов и Б-клеток и так далее. Поэтому это тоже в некотором роде имитирует натуральную инфекцию. И я думаю, что именно поэтому эффективность этих вакцин оказалась, ну, по крайней мере, в предварительном анализе, с которым мы ознакомились, оказалась неожиданно высокой, потому что 95% – это очень хорошо. Далеко не каждая вакцина с одного удара так делает. Поэтому я думаю, что перспективность этого подхода состоит в том, что такие вакцины легко делать, потому что эта процедура унифицирована, она будет одинаковой для любой вакцины, который вам надо. Здесь не надо какие-то подыскивать культуры тканей, которые будут чувствительны к тому вирусу, к другому вирусу. Здесь практически нет никаких биологических компонентов. Почти нет. Что всегда, конечно, чревато возможностью занести в вакцину какое-то нежелательное загрязнение биологическое, типа вот то, что называют adventitious agent, когда вдруг в вакцине оказывается вирус какой-то, который там не должен быть. Здесь вероятность этого сведена до минимума, и это фактически почти химически чистое вещество, которое легко воспроизвести, его легко модифицировать. Если, например, окажется, что эффективность вакцины упала из-за того, что вирус эволюционировал, и его антиген изменился, и более не нейтрализуется этими антителами, которые вызывают вакцины, очень легко подправить. Просто поменять парочку нуклеотидов в этой конструкции, и все пойдет опять налад. И не надо будет проводить опять все это долгосрочное испытание безопасности, иммуногенности и того и всего, потому что уже раз навсегда испытанно, практически можно это воспринимать как готовый блок. Вот это вот то, что в вакцинологии называют платформенной технологией, когда, собственно говоря, для создания новой вакцины меняется только один кубик. Вот так фактически. Да, это как бы вы делаете вакцину как бы из лего. У вас все готово, вы просто поменяли самый главный навесной инструмент, грубо говоря. И само производство может занимать очень короткое время, исчисляемое неделю. В то время как в создании вакцин на традиционной основе связанной с выращиванием вируса или даже того же аденовируса, это необходимы огромные биореакторы, в которых растут триллионы, так сказать, несчетное количество живых клеток. Нужно... Проблема масштабирования, та самая. Которые сейчас столкнулись при производстве спутника. Кроме всего, это очень дорого, потому что эти культуры требуют сложных питательных средств и так далее. Потом нужна очистка, потому что вы не можете засунуть всю эту кашу пациента, начнутся аллергические реакции и так далее. Поэтому вот эта рынковая технология, она очень привлекательна. И как бы люди некоторое время назад говорили, ну это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Понимаете, вот так вот, как бы следует... Чересчур просто. Так не бывает. И я вот надеюсь, что вот сейчас, если действительно они окажутся победителями в этой гонке, то я думаю, что в будущем, практически во всех случаях, когда такая технология могла бы применяться, она будет применяться, она слишком проста, чтобы этим пренебрегать. И она универсальна, потому что вы можете, ну почти любой белок производить, за очень редким исключением. Вы затронули тему, которая у меня была чуть дальше, так вот, но я сейчас тоже тогда забегу вперед, чтобы пока мы далеко не ушли, что не день, новые мутантные варианты этого SARS-CoV-2 в разных частях света. Вчера в Кении 16 было новых штаммов. Может ли это сказаться на эффективности вакцин, судя по тому, что вы отметили, может, уже были публикации на уровне припринтов, что способность антител, имеющихся у человека, которая может нейтрализовать этот вирус, она снижается на порядок, если он сталкивается после вакцинации с новым вариантом. Ну, вирусологи считают, что эти изменения, некоторые вирусологи, что эти мутации незначительны, но они не делают вакцины. Каково ваше мнение? Или зависит все-таки от мутации на самом деле? Не всякая новая мутация имеет одинаковую значимость, да? Конечно, безусловно, потому что, да, конечно, эти варианты возникают, потому что это совершенно нормальный процесс адаптации вируса к новому хозяину. Этот вирус пришел в человеческую популяцию от летучих мышей, и он привык жить с летучими мышами. И белок шипа, он, собственно говоря, является ключом к клетке, да, это ключ, который вставляется в некоторую структуру клетки, в данном случае это белок... Да, это рецептор ангиотензин, конвертирующий фермент-2, который находится на поверхности многих клеток, и именно за него вирус цепляется. тот ключик, который есть у вируса, он, в общем-то, подошел к человеческому замку, и он научился туда проникать. Но он подходит не полностью, поэтому сейчас происходят некоторые модификации, именно случайным образом возникают мутации, и если эта мутация делает этот ключик более эффективным, и он быстрее отпирает дверь, то, конечно, такой ключик получает преимущество, и он отбирается. И это уже наблюдалось в конце мая, в июне этого года, прошлого года теперь уже, уже прошлого года, когда обнаружился вот этот вот вариант 614, который в 614 аминокислоте белка ШИПА обнаружилась мутация, которая быстро распространялась по всему свету. И исходный вариант, который вызывал болезнь там в январе-феврале, он исчез. Сейчас происходит дальнейшая эволюция, и уже отбираются еще более эффективные варианты, которые лучше связываются с этим ангиотензин-корректирующим ферментом. Соответственно, если они лучше связываются, то, соответственно, и доза вируса, которая нужна, она может быть ниже, и это происходит быстрее, и, может быть, заражение, вирус распространяется и по организму, и в популяции, наверное, быстрее. И за счет этого он и становится преобладающим во время этой пандемии. И тут ничего удивительного нет, и как бы следует ожидать. Здесь, конечно, и с одной стороны, я вам должен сказать, что это совершенно не означает однозначным образом, что такой вирус становится более злобным, что он более патогенный, смертельный и так далее. Потому что здесь можно... Пока таких данных нет, и я могу вам сходу привести несколько механизмов, по которому это, наоборот, может быть даже и хорошая новость. То, что он размощается быстрее, это его проблема. Главное, чтобы он нам не мешал слишком сильно. Вот. Здесь более опасным является тот факт, что вот этот вот белок шипа и конкретно его рецептор, связывающий участок, это какая-то отдельная структура на поверхности этого белка, которая, собственно говоря, их взаимодействует. Вот именно эта вот часть, ключ вот самой от клетки. Он как раз и является тем местом, на котором вырабатываются нейтрализующие антитела, что понятно. Потому что антинейтрализующие, убивающие вирусы антитела, они связаны, вот, бьют в самую ахиллесную структуру. Вот эти RBD, да, вот эти рецепторы... RBD, да, Receptor Binding Domain. Вот. И поэтому этот рецептор вирусный рецептор и как бы защитный антиген это одно и то же. Поэтому, когда меняется один, то по необходимости меняется и другой. Тут есть и хорошая и плохая новость. С одной стороны, это означает, что вирус не может произвольно изменить уж как угодно. Он не может это вот совсем поменять, чтобы вообще стать неузнаваемым. Потому что если он это сделает, тогда он потеряет способность проникать в клетку. То есть его эволюция этого участка, она находится зажата в некие рамки. Он должен становиться только лучше. Эволюции в сторону ухудшения этой функции вирус не хочет. Это было бы для нас очень приятно. Но вирусу надо размножаться лучше. Поэтому в принципе очень далеко он не убежит. Он, наверное, накопит еще там пару-трое коммутаций и каким-то достигнет некоторого оптимума своего функционирования. Есть надежда, что это не сильно повлияет на способность к нейтрализации теми антителами, которые выработались на предыдущий вариант вируса. Дело в том, что у всех вирусов антигена включает в себя большое количество эпитопов. Эпитопы это маленькие участки на поверхности антигена, которые являются местами, куда связываются антитела и которые индуцируют образование антител. Таких эпитопов много. И у вас в крови, если вы переболели или получили вакцину, у вас в крови существуют антитела к большому набору разных эпитопов. Это то, что называется паратопы. У вас антитела разной специфичности. Один заходит слева, другой справа, третий во фланге. Короче говоря, эти антитела они работают в концерте друг с другом. Если какой-то один эпитоп выбился, ну окей, это конечно нежелательно, но это не меняет ситуацию в корне. Поэтому потом может быть немножечко снизится сродство антителоса и оно станет менее эффективно и все равно будет работать. Поскольку здесь так много участников в этом деле, то есть надежда, что если даже одно антитело перестанет работать, то другие сохранят свои эффективности. Здесь может быть большая даже опасность для моноклональных антител, которые сейчас начали применяться для лечения заболевших коронавирусом. и вот тут надо конечно внимательно следить, как эти антитела моноклональные, они только одна. У человека в норме поликлональные антитела, то есть там целая куча разных антитела, а здесь это только одно. Поэтому я уверен, что конечно производители этих препаратов они серьезно это изучают. Давайте все-таки о вакцинах собственно закончим. Я хотела перейти к тем, что вакцины, которые на подходе, они будут, они никуда наверное не денутся, уже их начали разрабатывать. Просто отметить и факты их существования, и перспективы. Например, говорят об американской нововаксе, которая в частности будет при нормальной температуре храниться, приемлемой температуре, она не требует очень низких температур. На подходе, вот я уже сказала, значит, вакцина Чумакова так называемая, это вакцина, созданная научным центром исследования и разработки именно биологических препаратов имени вашего отца института, институтом, который основал ваш отец, вакцина Чумакова, и будет, вот она будет вот-вот зарегистрирована, как заявила Анна Попова, глава Роспотребнадзора, однокомпонентная вакцина EpiVac Корона прошла регистрацию, но массовая вакцинация еще не началась, и, насколько я знаю, Джонсон и Джонсон тоже пока на стадии клинических испытаний, да? Да, да, да. Ну вот они в принципе тоже все на платформах, которые имеют право на жизнь, в общем, все будет зависеть, в динамике, наверное, будет видно, что все-таки выживет, какой-то отбор пойдет, да? Ну, понимаете, да, но вы назвали вакцины, которые основаны на совсем разных принципах, вот вакцина вакцина центра Чумакова, это классическая убитая вакцина, они сделали, так сказать, не мудрствовая, просто сожжали вакцину по технологии, которая, так сказать, существует, там, не знаю, уже сто лет, что правильно, у них все были компоненты для этого, они производят другие вакцины на основе этой технологии. Полиомиелитная была чуть не ли, да, вот, по-моему? но вот этот центр до сих пор производит полиомиелитную вакцину, убитую вакцину против полиомиелита, которая выращивается в культуре клеток, дальше вирус очищается и его инактивируют формалином, и вот, пожалуйста, вам вакцина. И ваккорона, которая в новосибирске векторе, это пептидная, да, вакцина? Это пептидная вакцина, это совсем новое поколение, когда, это, как бы, они пошли еще дальше, чем очищенный антиген, так сказать, как бы, субединичная вакцина, но это уже экстремальный случай, когда они вместо целого белка дают только сами эпитопы, то есть, как бы, вот сами, кусочки. Если вы можете представить, белок, это, как бы, последовательный саминокислот, цепочка, которая свернута в клубок, и какие-то петли выходят на поверхности, собственно говоря, то, за что можно зацепиться. Вот они, как бы, они взяли эти петли, которые называются эпитопами, их синтезировали химическим путем, и, вот, пожалуйста, вам этот препарат. Ну, тоже красиво, и однокомпонентно, при том. Однокомпонентно, в смысле, один укол, да? Один укол, да. Ну, вы знаете, да, это окей, да, наверное, я всегда думаю, что два укола всегда лучше, чем один, но иногда и один работает. Это у меня будет отдельным вопросом, поскольку идут дискуссии, но вот давайте закончим, а новая вакция? Ну, короче говоря, но эта технология, собственно говоря, пептидные вакцины, это старая идея, было очень много, так сказать, когда все это вот иммуногенез, люди изучали, в 70-е годы еще, это была, конечно, очень модная тема, пептидные вакцины, но постепенно оказалось, что эти пептидные вакцины, да, они в лаборатории, можно вызвать иммунитет, получить антитела специфические, которые связываются с этими антигенами, но как вакцины, они были не очень эффективны, потому что уровень напряженности этого иммунитета, она не очень была высока, и для того, чтобы повысить, их обязательно надо было совмещать с аювантами, чтобы как подстегнуть, понимаете, это некое общее, я бы сказал почти, в вакцинологии, почти что философское правило, чем чище вакцина, чем она менее реактогенная, и чем она такая более спокойная, тем она хуже, для того, чтобы создать иммунный ответ, надо, чтобы организм прочувствовал, что вот такие действительно опасности, когда вы засовываете туда несколько пептидов, то да, конечно, иммуногенез начнется, но организм не будет относиться к этому так серьезно, и возникнет иммунитет однобокий, может возникнуть. Я не хочу ничего плохого сказать про эту вакцину, потому что я про нее ничего не знаю. Эта жизнь покажет, наверное, сейчас, я думаю, конечно, но просто все, что мы знаем в вакцинологии, мы знаем, грубо говоря, в последние 30 лет идет большое такое направление в сторону создания более безопасных вакцин, менее реактогенных, чистеньких, характеризованных, чтобы ничего лишнего не было, чтобы все было просто, так сказать, чисто-чисто. И да, такие вакцины создаются, например, вакцины против Коклюши, создали такую чистенькую вакцину, и что получилось? Она оказалась хуже, чем та старая вакцина. Старая вакцина была нехорошая в том смысле, что она вызывала много реакций негативных у детей, но зато она давала такой иммунитет, который длился всю жизнь, и который защищал ребенка не только от болезни, а от даже носительства. То есть это была полноценная стерилизующая вакцина. Когда перешли на чистенькую, хорошенькую, которая была в 100 раз дороже, оказалось, что она защищает ребенка от болезни, а колонизация этими бактериями еще хуже. И ребенок становится носителем этого Коклюша, может передавать своим неиммунизированным братьям и друзьям. Поэтому это общее правило, что чем лучше мы стараемся... Иногда, понимаете, лучший враг хороший, и надо соблюсти какой-то баланс. И то, что есть побочные реакции в виде ломоты, подъема температуры, этого не надо бояться, значит, все идет по плану. Значит, у вас происходит иммунная реакция, ваш организм отвечает и учится, как бороться с болезнью. Если этого не происходит, наоборот, вам надо быть как-то беспокоиться, а все ли у вас в порядке. Поэтому вот тут, к сожалению, видимо, не удастся создать вот такого, чтобы, как говорится, и побочных эффектов не было, и эффективность была очень высокая. Это уже какой-то... Пока мы вынуждены воспринимать это как такой... некую плату за эффективность. А вот Нововакс, который тоже, я сказала, сейчас проходит, вы знаете, проходит завершающую стадию клинических испытаний. Там новый подход, вот некий, как я поняла, незрелый белок, да? То есть это должно быть тоже достаточно мягко, если следовать этой логике. Ну, насколько я понимаю, в Нововаксе они... у них кроме шипа еще есть компонент матричного белка, чтобы создать более широкий спектр. и хотя инфицидалак матричного белка не нейтрализует вирус, но они могут быть полезны для индукции Т-клеточного иммунитета, который тоже очень важен. Вот это... для коронавируса, ну, вот этого конкретного, да и этих сезонных, старых коронавирусов человека, довольно хорошие данные свидетельствуют о том, что Т-клеточный иммунитет играет значительную роль в защите от болезней. Поэтому индуцировать сразу и Б-клеточный иммунитет, основанный на антитела, а также Т-клеточный, основанный на цитоксических лимфоцитах, которые будут убивать клетки, зараженные вирусом. Ну, и, конечно, не надо забывать про индукцию врожденного иммунитета. Это сейчас очень большая новая область, которая, к сожалению, пока не до конца оценена практическими производителями вакцин. Но, мне кажется, у нее очень большое будущее. Идея о том, что в странах, где вакцинация БЦЖ проходила интенсивно и системно, там вроде как меньше смертность от ковида, она основана ведь на стимуляции врожденного иммунитета, да? Да, в общем, это самая, так сказать, самая простая интерпретация. И это не только БЦЖ. Я читала, про БЦЖ работал. Да, да. Наши отечественники опубликовали стронгин и слуцкий. В БЦЖ уже это свойство БЦЖ защищать от других болезней известно сто лет. Это еще Кальмет и Жерен, которые придумали эту вакцину, они это отмечали, что когда начинается прививка БЦЖ, то снижаются все заболевания, и они даже так сказать вслух, как говорится, удивлялись этому делу и писали, что существуют неспецифические эффекты, которые не связаны с антителами или клетками и так далее. Сейчас это известно. Это известно для вакцины против полиомиита живой. Это известно для вакцины ММР, это хворь, краснух и ругалок. Да, и практически все живые вакцины, которые даются, они сопровождаются резким снижением общей заболеваемости. Например, в странах Африки проводились испытания, когда детям давали, например, живую вакцину против полиомиита и убитую вакцину против полиомиита и смотрели общую смертность. Вот от всех там полиомиита вообще не оказалось, что смертность снижается чуть ли не на 50 процентов от всех причин. и для того, чтобы спасти одного ребенка от смерти, надо было всего привить 200 человек. Вот прививка 200 детей, одного из них спасала от смерти. И это колоссально. Причем, когда давали вторую дозу, еще лучше было. Причем, это не только от вирусных болезней. Были работы из Бангладеш, где они давали полиомиитную вакцину и показали, что полиомиитная вакцина снижает частоту бактериального поноса. То есть, по всей видимости, это общее правило, что живые вакцины, как живой вирус, они попадают в организм человека, они начнут размножаться. Человеческий организм отвечает всем арсеналам, включая врожденный иммунитет, стимулируется интерферон, стимулируется клеточный фактор врожденного иммунитета, natural killers, НК клетки и так далее. И, соответственно, они как раз это неспецифические компоненты иммунитета, которые делают организм невосприимчивым ко многим другим патогенам. И еще удивительное, совершенно неожиданное открытие, которое было сделано несколько лет назад, состоит в том, что традиционно мы всегда думали, что адаптивный иммунитет, он имеет память, сохраняются клетки памяти, они сидят в костном мозгу, и как только в следующий раз вы заболеваете, они активируют, начали делиться, антитела, те клетки и все прочее. А что врожденный иммунитет, это просто такая тупая ветвь иммунитета, она такой интерферон, и все, интерферон кончился, и все, забыли. Интерферон это только маленькие компоненты этой системы. Оказывается, что существует так называемый натренированный врожденный иммунитет, и оказывается, что если вы один раз, допустим, подверглись какому-то заболеванию и вакцинации, то что происходит? У вас в клетке включаются разные гены, которые синтезируют компоненты вот этой врожденного иммунитета. Для того, чтобы ген заработал, необходимо, чтобы произошло метилирование гистонов в каких-то местах, такие эпигенетические изменения, которые должны этот хроматин, в которых закодированы эти гены, сделать доступным для машины, которая будет их считывать, для экспрессии. И оказывается, что вот на этом уровне возникает память, как бы происходит, клетка кладет закладку в эту книгу, и следующий раз, когда будет тот же самый вирус или другой вирус, и ему клетки нужно будет активировать те же самые гены, они уже быстрее это делают, быстрее делают в первый раз. Там уже есть некоторая закладка за счет того, что там меняется структура хроматина. Понимаете? И этот эффект, вот так называемый врожденного иммунитета, он длится месяцы и, может быть, даже годы. Я сомневаюсь, что он длится всю жизнь, но то, что прививка от BCG и, я думаю, полиомелитной вакцины или вакцины коревой может обеспечить какой-то уровень устойчивости к другим вирусам на протяжении месяцев, даже за пределами того, когда интерферон, уровень интерферона упадет, но способность его продуцировать во второй раз будет гораздо более высокой. Поэтому сейчас, мне кажется, это исключительно перспективное направление, которое, я думаю, и надеюсь, будет развиваться и будет каким-то образом использовано в практической медицине. Мой следующий вопрос о дискуссии, которую я условно назвала между первой и второй. Я имею в виду дискуссию, которая сейчас идет, дискуссия по изменению режима вакцинации этого временного промежутка между первой и второй инъекцией, между введением компонентов или вообще говорят о сокращении компонентов уже одобренных вакцин. Чтобы охватить вакцинацию максимальное количество людей, потому что на всех не хватает. Вот, в частности, я посчитала известный вирусолог из Рокфиллерского университета Пол Бенниш, вы знаете, конечно, о нем. Недавно с вами в Твиттере написал фразу, которая стала сразу широко цитируемой. Если бы я хотел создать новый устойчивый к вакцине вариант вируса, вызвавшего пандемию, я бы сделал двухдозную вакцину, обеспечил бы ею миллионы людей, но задержал бы введение второй дозы. Речь идет в некоторых странах о 12 неделях разницы между дозами. И Бенниш считает, что это только создаст частичный, это создаст только частичный иммунитет. И, с другой стороны, вот не могу не отметить, еще идею нашу спутник Лайт, облегченной версией российской вакцины для однократного введения. Участвуете ли вы в этих дискуссиях? Что вы об этом думаете? Вы частично уже ответили, что вы сторонник двух компонентов, двух доз. Поясните, пожалуйста. Вы понимаете, очень редко однокомпонентные вакцины хорошо работают. Можно привести пример, например, вакцину от коревой вакцины, которая действительно создает очень хороший иммунитет после одной прививки, но и то ее дают дважды. Потому что оказывается, что когда ребенку дали в детстве, уже когда у нас подростком, уровень иммунитета снижается довольно сильно. тоже относятся к вакцины от паротита. Тоже сейчас дают две дозы, потому что вдруг возникли вспышки паротита, свинки по-русски говорят, среди студентов взрослых достаточно людей, таких старших тинейджеров, грубо говоря. Просто потому, что иммунитет постепенно снижается. Вот эта бустерная прививка, она всегда хороша. Вакцины против полиомиелита применяются в четыре дозы. И большинство других прививок тоже делаются много раз. На это есть хорошие иммунологические причины, потому что когда происходит первичная иммунизация, то как бы рекрутируются наивные клетки, которые умеют распознавать антиген, в них происходят перестройки генные, создается некая конструкция этого антитела, которое становится лучше. Это то, что называется affinity maturation, то есть как бы созревание сродства. То есть с каждой новой иммунизацией качество антител улучшается, они становятся более сильно связывающие, более специфические. То есть эту систему нужно тренировать. За один раз вы получите какой-то сырой материал, который будет худо-бедно работать, и это слава Богу. Но с каждой следующей прививкой вы из этого пула B-лимфоцитов, которые уже умеют производить антитела, вы отбираете еще лучшее, а третий раз будет еще лучшее. То есть какое-то происходит постепенное, поэтапное улучшение. И поэтому пренебрегать этим как бы наивно, непонятно для чего. Мне не очень понятна логика, почему двукратная вакцинация приведет к изменению вируса, к его эволюции. Потому что, хорошо, вот было, например, когда обсуждался вопрос о том, можно ли и нужно ли давать вот этот emergency use authorization для Pfizer, задавался вопрос, смотрите, по вашим данным, у вас уже через 14 дней после первой прививки у вас полная защита, зачем вообще вторая фаза? И они ответили так, ну, мы просто мы с самого начала запланировали на две дозы, поэтому мы сделали две дозы. И в любом случае вторая доза обеспечит более, во-первых, более высокий уровень антител, и во-вторых, вот опять же произойдет некоторые отполируются, они еще лучше станут. И это, мне кажется, очень важное соображение. Теперь вопрос, когда давать вторую дозу, это тоже интересный вопрос. И в частности, например, Pfizer рекомендует три недели, а Moderna рекомендует четыре недели. Почему? Я думаю, что просто так были структурированы их клинические испытания. У них есть данные о трех неделях, они говорят три недели. Если бы они с самого начала приняли решение делать через пять недель, тогда было бы пять недель. Это как бы называется замороженный аксидент. Вот так получилось, так оно и получилось. Но в принципе, если вот рассуждая с точки зрения иммунологии, наверное, оптимальным было бы немножко оттянуть вторую прививку, дать первому процессу завершиться с тем, чтобы окончательно сформировались вот эти первичные В-клетки и антитела, а потом подстегнуть их второй раз в тот момент, когда они уже постепенно начнут снижаться. По вашим оценкам, это какой срок? Три недели, четыре? Нет, вы знаете, я этим лично не занимался, как это у конкретного вируса. Я говорю, просто чисто такое правило Буравчика, что слишком чистить тоже не нужно. Вот, наверное, мне кажется, это опять мое личное мнение, мне кажется, что если подождать даже два месяца, три месяца, не думал, что будет какая-то катастрофа. Мы пока не знаем, как долго длится этот иммунитет, мы скоро это выясним, потому что время идет и с каждым днем все более понятно. Если иммунитет не упадет за два-три месяца, то вполне можно и два-три месяца подождать. Но проще, наверное, просто логистически проще привить и забыть. Сделать две прививки через три-четыре недели и уже считать себя свободным. помните, что это все неполное лицензирование, это ненормальная ситуация, это экстремальная ситуация. Я как раз хотела спросить, нет ли в этом emergency use authorization элемента игры вслепую, потому что потрачены усилия, и выяснится, что очень короткий иммунитет, если бы было время, но здесь чрезвычайная ситуация действительно. Я бы не назвал это игрой вслепую. Мне кажется, что игра вслепую это именно регистрация вакцины, не зная вообще ничего. Вот это абсолютно это просто с закрытыми глазами. С закрытыми глазами, и мне непонятно, мне понятно, откуда это идет, но мне кажется, что все-таки научные, это как бы так делать не надо. Ну, хорошо, давайте не будем этот вопрос обсуждать. это я просто хочу немножко вам рассказать как устроено у вас. Я правильно понимаю, что федеральные средства были брошены на поддержку Файзера, и потому сейчас всех вакцинируют желающих Файзером, да? Нет, не только Модерна, тоже я знаю. Модерна, нет, и Нововакс, они все получили. А, Нововакс тоже уже, да? Нет, вот это операция Warp Speed, которая была организована, это в некотором роде некоторые совместные предприятия между Department of Health and Human Services и Department of Defense, то есть, грубо говоря, Министерством здравоохранения и Министерством обороны. Еще раз, как эта организация называется? Warp Speed, Warp Speed, то есть, это, ну, это такая игра слов, в некотором роде, я бы ее лучше управлял, как сжатое время, время, свернутое в баранку, то есть, грубо говоря, для того, чтобы просто максимально ускорить разработку и внедрение этих вакцин, была принята такая военная программа, то есть, как бы, Министерство здравоохранения координирует, грубо говоря, разработочную часть, а Министерство обороны распространение и финансирование и все, и были брошены огромные деньги, и было, по-моему, 6 или 7 компаний выбранные, наиболее перспективные, и они получили по там, по полтора миллиарда долларов каждый. То есть, тут паритет был некий, не так, чтобы только Pfizer. Нет, 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 абсолютно нет, Модерна была одна из наиболее таких компаний, которая оказывалась помощь не только финансовая, но на самом деле все, что Модерна делает, было разработано в Национальном институте здоровья за счет налогоплательщиков. Это вся разработка началась в вакцинном центре в NIH, здесь, вот недалеко от меня. Это все было разработано и потом просто передано для коммерциализации в эту фирму Модерна. Поэтому здесь такой у них альянс между паблик-правит, что называется, между сочетанием частного государственного партнерства у нас это называется. Вот это один из хороших примеров. И, собственно говоря, эти вакцины были разработаны быстро, частично, и потому, что в нормальном цикле разработки вакцины, которая продолжается очень долго, начинается с преклинических испытаний, потом компания или разработчик подает так называемое IND, Investigational New Drug Application, это как бы запрашивают разрешение на начало клинических испытаний. они должны как они будут делать, какие у них основания думать, так или эдак, получать разрешение на первую фазу, безопасность, это длится несколько месяцев, потом они должны сообщить результаты в FDA, потом они запрашивают разрешение на вторую фазу, и это длится еще сколько-то, и так далее, потом третья фаза, потом, когда прошла третья фаза, тогда они начинают, они подают заявку на биологическую лицензию, на лицензию производить и продавать этот продукт, и это занимает еще много, потому что это уже включает не только оценку самой вакцины, а о том, как ее делают, могут ее производить воспроизводимо, едут инспекторы на завод, поднимают каждую крышку в каждой кастрюле и смотрят везде, где вентиляция устроена, как там, короче говоря, это дотошный, занудный процесс. Здесь было и, конечно, никакая компания не начнет, например, вторую фазу, пока не окончится первая, они ждут результата. Если бы ей сказала добро, тогда начинаем вторую и так далее. Никто не начнет производить вакцину, пока не закончилась третья фаза, потому что а вдруг она провалилась, в чем мы будем деньги зря тратить? Ну да. А это деньги огромные, это же надо построить новое здание, нужно завести оборудование, это оборудование нужно отладить и так далее. Поэтому на это уходят годы, а здесь операция WorkSpeed и правительство сказало, ребята, мы берем риски на себя, вот вам деньги, начинайте строить завод. Получится, хорошо, не получится, это наши убытки. И поэтому удалось сжать это все, и поэтому и были испытания, фаза 1-2 была вместе, потом третья фаза, еще не дожидаясь, третья фаза стали производство, налаживать, когда третья фаза не закончилась, она до сих пор идет. В норме, опять же, в норме, после третьей фазы должна была бы начаться процесс лицензирования. и для лицензирования существуют специальные критерии, которые прописаны в законодательстве, в американских правилах и регуляциях, что нужно доказать, безусловно, безопасность, нужно доказать эффективность и нужно доказать чистоту и способность это все, так сказать, правильно производить. И только после этого FDA выдает лицензию, которая вот, после чего начинается уже проверка после внедрения, такой мониторинг уже того, как вакцины себя ведут. Но существует еще такой сжатый процесс, который называется emergency use authorization. Он применялся для вакцин первый раз в истории. Вот я как раз хотел спросить, был извинен, но для вакцин это впервые, да? Это резервировано на экстремальный случай. И опять же, в законодательстве прописано, что этот механизм может применяться при наличии следующих условий. Первое, должно быть официально объявлено состояние emergency, как-то по-русски чрезвычайной ситуации. Это было, да, американский министр здравоохранения это объявил, по-моему, в марте или в апреле. Второе, вакцина должна пройти какие-то испытания и должно быть показано, что та потенциальная польза от нее, она превышает потенциальный вред, который она может нанести. Это совсем не тот критерий, который применяется для окончательного лицензирования. И третий критерий здесь состоит в том, что не должно быть никаких аналогов, никаких альтернативных препаратов, которые могут делать то же самое. То есть их не существует, да, при условии, что их не существует. Их не существует. Грубо говоря, ситуация такая, ситуация аховая, средств нету, а это вроде перспективно, да, и мы знаем, что можно спасти людей, и мы знаем, что побочные эффекты не такие страшные, то как мы можем этого не применять? Поэтому это и было, когда начались испытания фирмы Модерны, Pfizer, то в плане испытаний было записано, это же слепые, double blind placebo control trial. Они слепые, рандомизированные. то есть это как бы никто не знает, кто чем привит, даже врачи не знают. Это где-то записано, но лежит под печатью. И заранее было определено, что когда в этих обоих группах в плацебо и в привитой группе накопится некоторое количество заболеваний, например, 90 заболеваний, тогда специальный независимый data and safety monitoring board, то есть это специальная независимая группа экспортов, которые наблюдают за этим испытанием, например, вдруг там начнут какие-то побочные эффекты, тогда нужно срочно приостанавливать, что происходило в этих испытаниях. Но они имеют право, когда заранее определенным моментом вскрыть конверты, грубо говоря, и смотреть, сколько было в одной группе, а сколько болезней было в другой. И когда они вскрыли, они увидели, что у приведенных в 20 раз меньше случаев. И, естественно, вы можете представить, что испытания должны закончиться в мае. Будет ли этичным ждать мая месяца в тот момент, когда у нас в руках уже есть вакцина, которая может защититься в жизни. И поэтому в этом случае они обратились в FDA. FDA созвала advisory committee. Это такой стандартный способ, в который входят все экспорты, представители общественности, представители, те, кто протестует против вакцин, кто за вакцины. Все там выступали. Это продолжалось 8 часов, это заседание. Обсуждали все вопросы, а что будет, если мы начнем сейчас применять, как это повлияет на сами испытания. Не нарушит ли это нашу способность в конечном итоге оценить по-хорошему эту эффективность, потому что никто же не запретит человеку, который получил плацебо, привится еще раз. И это все перепутает все карты, будет невозможно анализировать. Поэтому были приняты специальные меры, чтобы не допустить этого, чтобы сохранить качество этих испытаний, но тем не менее разрешить дать возможность людям защититься. И мне кажется, механизм, который в Америке отточен, хотя это первый раз, но он продуман достаточно. Это прецедент и это большая работа. Константин, последний мой вопрос, он, конечно, ожидаемый, возможно, он вам не понравится, но я не могу его обойти, потому что вообще прогнозы делать люди не любят, они не хотят брать на себя ответственность и правильно делают, но мы журналисты не можем не просить их сделать. Я аккуратно скажу, можно ли дать прогноз о времени окончания пандемии в связи с началом массовой вакцинации в ряде стран мира? Я не говорю вообще, но вот в связи с тем, именно в контексте нашего сегодняшнего разговора началась массовая вакцинация, она действительно массовая, да, уже сотни, тысяч человек по миру, я даже затрудняюсь сказать, но несколько сотен уже охвачены, больше, наверное, можно ли используя прецедентные какие-то данные ожидать в ближайшее время падения пандемии? Вы знаете, я бы не назвал то, что сейчас происходит массовая вакцинация, все-таки, ну, вы говорите сотни тысяч, я даже не знаю, я могу ошибаться здесь. нет, хорошо, даже если миллион, на свете 7 миллиардов человек, и, в общем-то говоря, я не знаю, от чего пандемия скорее кончится от вакцины, или она сама собой выигрит. Потому что все переболиют. Сейчас вакцины не хватает даже в таких странах, как и в Америке, и в Европе, и прививается только-только самые уязвимые группы населения, работники здравоохранения, старики, люди с какими-то болезнями, люди там, которые по роду работы... Должны быть на рабочем месте обязательно. и пока вот... Critical workers, да, то, что называется, да. У нас, например, пока только медицинских работников прививают. Привились как медицинский работник. Ну, да, я просто как профессор университета... Вы еще преподаете, понятно, да. Медицинскую школу просто привили, что, в общем-то говоря, разумно. Хотя я сам с больными не соприкасаюсь, но, так сказать, мне повезло. Вот, поэтому мне кажется, что если действительно начнется массовая вакцинация, то есть речь идет о том, что если удастся привить, ну, хотя бы половину населения этой вакцины, то, конечно, это должно сказаться на динамике пандемии. Как вы видите, если посмотреть в любой стране, это идет волнами какими-то. Вот у нас уже третья волна идет. Первая была, ну, так, тогда мы думали, что сильнее, сейчас, кажется, что была ерунда. Вторая была чуть послабее, сейчас третья очень сильная. Непонятно, то ли она идет на спад, то ли она будет продолжаться. Я подозреваю, что когда немножко потеплее станет, то она, наверное, все-таки начнет снижаться сама по себе. Если к тому времени удастся привить, значительное количество населения, то, конечно, может быть, динамика пойдет на нет, и эта болезнь постепенно, эта пандемия превратится в какую-то такую вялотекущую проблему. Но самое главное, что вакцинация, по всей видимости, позволит защитить людей самых уязвимых и снизить смертность. От тяжелых форм, то, что называется. Да, потому что, судя по предварительным данным, вакцина защищает от болезни 95%, но практически почти целиком снижает количество тяжелых случаев и смертей. Но она не очень эффективна, так всего на 60% снижает способность человека быть зараженным и передавать вирус другим. Это все предварительные данные, конечно, может быть, дальше оказывается немножко по-другому. Но так или иначе, конечно, я очень рассчитываю на эти вакцины. Сейчас их просто не хватает, потому что все хотят, сейчас все рыскают и думают, где мы все напуганы. И это в разных местах, в разных странах по-разному. Насколько я знаю, лидером является Израиль, который привел чуть ли не уже не 20 или 30% населения. Но страна маленькая. Страна маленькая, да. В Америке ситуации тоже разные по штатам. Вот в штате Мэрилинд, где я живу, ситуация пока не очень хорошая. То есть, как бы прививает только-только самых-самых как бы это... В Вирджинии тоже, вот я знаю, там так. Да, ну, в общем-то, здесь вакцины пока не хватает, потому что вакцины Pfizer было в прошлом году, наконец, с прошлого года было в наличии 40 миллионов доз на весь мир. Значит, это на 20 миллионов человек всего. Да, подведутся. Какую-то часть, конечно, купило американское правительство, другие пошли в другие страны. В этом году они обещают 1,3 миллиарда доз. Это уже серьезно, это уже 600 миллионов человек, это можно привить в все Соединенные Штаты и всю Европу. И это только одна компания. фирма Модерна тоже обещает много вакцины. В других странах начинаются прививки вакцины фирмы Астрозенека. Например, она уже идет в Англии, в Индии, и сейчас, насколько я понимаю, Австралия рассматривает возможность ее применить, потому что она, на самом деле, самая дешевая, это, конечно, ее покупает. Она, может быть, не самая эффективная, но она стоит 4 доллара за дозу, что, например, почти на порядок меньше, чем вот эти яронковые вакцины. Поэтому я думаю, что страны с таким умеренным достатком, их это очень должно привлечь. Но, конечно, я не знаю, у меня нету, как говорится, хрустального шара. Я с этого начинала этот вопрос. Я очень надеюсь, что, может быть, к концу этого года как ситуация немножко устаканится, и, по крайней мере, те, кто хочет привиться, привьются, кто не хочет привиться, но это их выбор. Но даже если какая-то создаться существенная прослойка на население, которое иммунно к этому вирусу, то это будет хорошим фундаментом для старного иммунитета, который рано или поздно все-таки должен сформироваться. Все ждут с самого начала. Константин, спасибо вам огромное, что вы были с нами за подробнейший рассказ, очень ценный. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо. Удачных вам работ исследовательских. Тем не менее, наука не стоит на месте. Я прощаюсь с нашими зрителями. Напомню, что с нами на связи из Вашингтона был вирусолог, специалист по вакцинам, директор Центра глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Тюмаков. Всего доброго. Спасибо, Марина, за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok.